Басидов, и Харитонов, и Гранченко. И сейчас неплохо в отрыве играет Айова. И в итоге Рома Басидов открывает счет в этой встрече. Не знаю, максимум в 50-м. Достаточно знакомая заявка для всех любителей команды Тим Цин, кто наблюдал за ними по выступлениям в дивизионе Лэй Тенова. При своих габаритах очевидно, что, конечно, ну, имея такие габариты, не играть в краски, просто преступление. Поэтому очевидно, что Александр здесь будет очень много играть в трехсекундной. Но вообще, конечно, их связка с Бакаевым прямиком из Ботсона очень перспективная. Максим Шишкин и, соответственно, ребята из Милоки Бакс, все сегодня в заявке Айова, все это ребята привыкли играть в дивизионе Иди, где, в принципе, крупных дядьков, бигменов не так уж и много. Есть, конечно, крупногабаритные команды, там, по типу Кугорс или НБА, но в целом команд с действительно большими игроками не то чтобы очень много. А вот является одним из лидеров вообще во всех аспектах, в том числе, в защите. Великанов смахнул мяч соперника. Не хуже блокшот отвесил, и Великанов тут же кост-у-кост. Великанов смахнул мяч соперника. Не хуже блокшот отвесил, и Великанов тут же кост-у-кост. Великанов! Дефенс липтуа фэнс. Вот это да. Верен себе, играет в своих знаменитых рукавах а-ля Алан Аверсон. Корабенников со степсайда. Туда его. Вот так вот практически без разминки Артем Корабенников управляет. Ну и на линию штрафных у нас отправляется Басидов. Очевидно, что Рома здесь будет рулить командой на паркете. И если это будет делать на скамейке Вадим Порошенко, то на паркете ты будешь делать Басидов. Потому что Басидов является лидером Милоки Бакс. Он является капитаном Висконсина, можно сказать, фармклуба команды Милоки Бакс в Ротл. Поэтому очевидно, что Басидов этот флотер он не смог реализовать. Сабадаш. У него хороший бросок. Хороший бросок у Димы Сабадаш. А учитывая то, что Айова, как я понимаю, за последние несколько недель Валентин без работы остается, нельзя оставлять своих больших на сухом пайке. Но вот сейчас Бакаев улавливает мяч и очень легко разбирается трёхсекундный. Ну, конечно, Бакаев играет в режиме спящейки. Если у тебя семифутер под кольцом, он может не делать блокшоты, но тупо один своим нахождением под кольцом, он усложняет жизнь соперникам. Трандин из угла. Туда его. Тот, что трёхочковая, Трандина. И в итоге больше лидерство их в этом матче. Плюс пять. Тим-Тим впереди. Айова начинает немножко отставать. Басидов. Дальний-средний на штрафе. Наказывает соперника. Поздно на него Бакаев выдвинулся. Команды выше. И эффективность у них тоже выше. Забили они больше. Хотя надо сказать, что Айова-то, в принципе, по движению смотрится получше. Но вы видите, что процент реализации подводит пока что Волков. Тим-Тим под кольцом пока просто как неприступная крепость. Тут тебе и Великанов, и Бакаев. Они уже три блокшота на два их навязали. Бакаев и Титеев. Помню, как-то я любил, я говорить, когда у Бостона выходил очень габаритный состав, улюбил я говорить три толстяка. Но здесь, мне кажется, три здоровяка будет справедливее и Титеев пока. Корабейников сегодня иногда слишком сложной передачи задумывает. Ноговато у него потеряно. Он и не первый номер. Однако все-таки таким чинович остается Бакаеву. Ну, а Бакаев в краске это практически верные два очка. Ух ты! Хорошая трешка. Хорошая трешка от Гранченко. Но Харитонов просит заслон. Запоздание там Харитонов выдвигается. Не Харитонов, а Басидов это был. Гранченко! Два-трифть очковых подряд с левой стороны подсор. Это в любом случае будет крис-матч. Так, ну и Бакаев. Да, только я не знаю, кто поздавал. По-моему, Титеев, но это не точно. Ходил как следует. Мысли опередили события. Так, неплохо Айол разыгрывать на коротке. Хороший кат. И в итоге Басидов записывает два очка на свой счет. Как он без очков играет, как он хорошо видит. Крюков, ух ты! Ну вот, это преимущество Максима. Его длинные ноги. И просто это супер тяж. Хороший подкаст от Крюкова. Разыгрался Максим. Вообще Крюков, мне кажется, прибавляется этот сезон. Тут все перетру. Коробейников. Хорошая передача от Артема. Классно сейчас взаимодействовали. Шель, Коробейников и в этом защитном владении. Яшину? Реализует два из двух Коробейников. Во второй четверти Айова в атаке в основном пасует. Тим Тим показывает неплохую защиту. Я не могу сказать, что Тим Тим прям просто великолепно защищается. Много периметра, много, просто слишком много высоких, атлетичных, габаритных игроков, которые все перекрывают. Коробейников. Вот были рискованные пасы Коробейникова в первой четверти, которые не доходили до адреса. Вот Шагут бросит три, но возможно не стоило ему дорабатывать, а просто бросать получение. Ну и надо сказать, что Айова слишком много сил, кажется, отдала в первом, но выходя из скамейки. Но все-таки надо понимать то, что все равно это солянка, и где-то не всегда хватает им сыгранности. А Тим Тим играет этим составом уже не в скатке. Есть ли какие-то общие между всеми составами, или они как-то разграничиваются под дивизионом. Но тем не менее, очевидно, что Тим Тим чувствует себя комфортнее, с точки зрения Пустила. Благодаря Титеев прощает в первой ситуации. Ну, один из двух. 36-24. Разводя руками, ну что, что ли? Дорогой, продолжай играть. Нормальный уровень контакта. Так, ну и Басидов продолжает спорить. Правильно, правильно говорит Разин. Забей, забей. И потом Крид. Потом второе, так сказать, вторую фазу защиты. Они не забирают мяч в своем щите после промаха от соперника. А Йова непозволительно много подбора в атаке делает. Непозволительно. Так, хорошая придача за спину. Харитонов. Гранченко. Не точно. Опять подбор в атаке. Тим Тим Ау, проснитесь. Проснитесь, Тим Тим. Ну и не точно трехочковый. Бакаев на подборе. Крюков. Потрыв убегает Коробейников. Посмотрим, прибавит ли Тим Тим сейчас в защите на щите. Но то, что они... Не реализуют открытый средний Гранченко. Басидов очередной подбор в атаке. Что ж ты будешь делать, а? Как же Айова сегодня пересобирает соперника на щите? Ну, он самый высокий в команде. Так что ему и отрабатывать. О-о-о. Бакаев очередной блокшот еще записывает на свой счет. Валентин. Много неуклюже была атака Тим Тим Ва, но в итоге доставили мяч до Бакаева. Как я уже говорил, Бакаев, если он получает мяч трехсекундный... Скорее всего, два очка. Сабадаш. Неплохо. Разорвал там дистанцию. Было у него пространство. Сутил соперника. Бакаев. Ой, Бакаев. Басидов. Возвращение, Басидов. Как же он шикарно играет. Ну, Рома сегодня практически локомотив Айова. Вот рядом Тим Тим. Классы исполнителей, конечно, и позволяют выигрывать, но с таким уровнем самодачи против более сильного соперника тяжело будет выигрывать. Ну, класс классом. Четвертое персональное замечание для Осинина из Айова. У 77-го. Свой классно отработал Сабадаш в защите. 3 в 3 отрыва Айовы. Басидов. Басидов, какая умница Рома сегодня. Ну, как же Басидов сегодня играет. Не хочет. Заступ есть, нету. В любом случае не точный бросок. Стол, подбор в атаке. Осинин добавляет. 3 секунды на атаку Тим Тим Коробейников. Нельзя фалить. Ну, вы знаете, там... Ну, это бостонская связка. Бакаев, Титеев. Сработал connection между двумя бигменами Тим Тим Ван Лав и 46-30. Еще трешка от Басидова продолжает. Проферсиональных у Антона. Коробейников. Пост на Бакаева. Там надо помогать, конечно, Басидову. Очевидно, что у Басидова все-таки силы не безграничные. Ему тут не хватило. Мне кажется, что в плане желания, правильности принятия решения, Коробейников был лучший. У Тим Тим. Понятное дело, что уровень импакта от Бакаева, даже играя много, очень много сил было вложено в эти 3,5 четверти, все-таки пришлось и под кольцом толкаться против превосходящего, поговорить им соперника, и ватры, и сети у соперника. Вот благодаря этому, благодаря очкам второго шанса и держится Айова в игре. Неплохо, неплохо разыграли после таймаута. Это атака. Басидов, Басидов. Опять попадает в Басидов. Скрин-ассист Порошина, пожалуйста. Есть у нас такой показательный порядок, а не наоборот. Титеев, классный показ. Титеев, красиво. Красиво играет Титеев после пампфейка. Ловит ему пик-н-ролл, Осинин. Великанов. Великанов! Вот это да! Там пространство для маневров почти не было. Фантастический данк сейчас оформляет Великанов. Старшийся детства на минуты, потому что... Очевидно, что Айове, наверное, не хватит времени, чтобы отыграть 15 очков. Ну что, данк-пати будет? Мне кажется, все-таки первый данк был пободрее. Гранченко. Да, ну Айовы сегодня, конечно, в атаке подбеки сделали. 22-23. 24 подбора в нападении у Айовы. Это, конечно, внушает. Ну и... Артем Трандин набирается в пользу Тим Тим Ван Лав. Торобейников. Пожалуйста, еще одно.